Вроде бы совсем недавно мы делали этот участок. Я сажала английскую розу, она была в огромном количестве цветов. Конечно, это цветение очень быстро прекратилось, это и к лучшему, потому что некоторые бутоны я даже обрезала. После посадки важно дать розам хорошо прижиться. Сейчас моя роза набрала большое количество новых бутонов, и сегодня даже появился первый цветок. Эти английские розы имеют сильный аромат. А это значит, что я делала все правильно, то есть ухаживала правильно, и поэтому роза не просто хорошо прижилась, но и повторное цветение будет довольно обильным. В питомниках растения продаются в кашпо, и корневая система в торфе. Торф – это очень легкий субстрат, который быстро пересыхает, и корневая система у нас должна как можно быстрее уйти в качественный грунт, то есть уйти в бока. Поэтому, если вы покупаете такие саженцы, то обязательно хорошо поливайте, хорошо мульчируйте и делайте рыхлый питательный грунт для посадки. Растения, которые растут на участке первый год, и корневая система еще не прижилась, она не мощная, у них слабый иммунитет, и, соответственно, будет слабая зимостойкость. Поэтому, если вы слышите информацию, что кормить первый год растения не нужно, это не совсем правда. Заключается это неправда в том, что кормить растения нужно, но вот минеральные удобрения действительно использовать не стоит. Они никак не скажутся на развитие корневой системы, скорее наоборот. Минеральные подкормки сильно губят полезную микрофлору, поэтому тщательно выбирайте удобрения. Давать осенние удобрения я этим розам буду после того, как они отсветут. А пока мне нужно поддержать их иммунитет с помощью аминокислот, некоторых элементов питания и особенно микроэлементов. Хорошие антистрессовые препараты, а вот именно это то, что сейчас нужно вновь посаженным растениям, содержат аминокислоты. И в удобрении, которое я буду использовать, находится более 40 аминокислот. Я использовала жидкое удобрение с аминокислотами, сейчас есть удобрение в гранулах. Чем они отличаются? Жидкая подкормка усваивается молниеносно, а удобрение в гранулах, оно пролонгированное. То есть, если не хотите лишний раз заниматься подкормкой, то давайте гранулы. И вот до конца сезона их вполне хватит. Азота 1,5%, фосфора 2%, калия 2,3%. Как раз-таки опять для развития мощной корневой системы. Кальций, магний, железо, медь, цинк и марганец. После подкормки обязательно производим полив. Аминокисл жидкий, аминокисл в гранулах. Спрашивайте в магазинах вашего города и заказывайте на маркетплейсах. Продолжение следует...